ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За попадание в шестерку в эту. На 10-м месте красноярцы расположились. Также уже обезопасили себя красноярские волейболисты. Но поборются еще раз. Напомню, в Нижневартовской игрой Самотлор за 9-е место. У нас уже 6 команд, которые свои места уже не при каких обстоятельствах. Не покинут. Это первое и второе место. Команды, попавшие в финал 6-ти. Московская Динамо и Кемеровский Кузбасс. Также уже с третьего места никто не сможет подвинуть Зенит Казани с Казани. В шестой строчке Новосибирский Локомотив. Седьмой Уфимский Урал. И с восьмой Ижегородский АСК. Остальные команды еще могут. Первая же подача Яна Ерещенко в сегодняшней встрече. И ошибка. Да, не очень. Хороший матч вчера провел Ян. Был заменен в итоге по ходу встречи. И все у него получалось. Так вот, Зенит Санкт-Петербург, находящийся на четвертом месте, может поменяться с Новоуренгойским факелом местами. Но по одной игре осталось провести этим двум коллективам. Не очень серьезные соперники. Так что, думаю, так и завершат Зенит. На четвертом факел на пятом месте. Ну вот, игра Самотлор и Енисей. Вот они вполне могут поменяться местами. Так как очень тяжелейшие встречи для Нижневартовцев были. Обе, кстати, они против Новосибирского Локомотива. Но с другой стороны новосибирцам уже ничего не нужно. Да, они могут догнать по поведам Новоуренгойский факел. Станет их по 17, если Новоуренгойцы в последнем туре каким-то чудом уступят Белгородскому Белогорью. Но по личным встречам обе встречи Локомотив проиграл. Поэтому в любом случае не удастся обогнать Новоуренгойцев. У нас пока справная такая игра. Еще раз напомню, что лишь одна замена у гостей по сравнению со вчерашней встречей стартового состава. Это связующего. Но Кемеровчан полностью на 100%. Состав. Кременский штаб поменял. Как говорится, дал и тем игрокам, которые находились на протяжении большинства встреч в этом сезоне на скамейке. Запасных. Также проявить себя. Ну это и правильно. Должны находиться все в игровом тонусе. Помним начало чемпионата, когда совершенно не могли определиться, кто же все-таки в стартовый состав может попасть. Кемеровского футбасса все игроки на очень хорошем, достойном уровне смотрелись. И тяжело было, конечно, наставнику Кемеровского футбасса Алексея Вербова, который был только на ваших экранах. Но в итоге, ближе к концу первенства, определился он со стартовым составом. Вот игроки, которые находятся на площадке, считаются игроками пока не основной шестерки. Александр Клинкин, наставник Красноярской команды. Вчера на четвертую партию полностью поменял состав своей команды. Как сегодня, в принципе, штаб Кемеровского футбасса попадает на Нолтовасиев. Но дает ему место Дмитрий Овечкин. Но мы сегодня на вышке поменялись судьи местами. Сергей Кудряшов вчера был первым судьей, Дмитрий Овечкин вторым. Сегодня наоборот, Дмитрий Овечкин первый судья, Сергей Кудряшов второй. Антон Маков был только что, и Нолтовасиев. Облакирующие кемеровского футбасса попали сейчас. Кадр. Клец ошибается. В этом эпизоде. Лучший игрок вчерашней встречи по статистике. В составе гостей. Смотрим повтор. Наверняка Роман Жойт здесь нашел партнера. Но ошибся в этом эпизоде диагональный. Пробив вау. Вот таким лайнером. Нолтовасиев сохраняет место на подаче. Еще сохранит переходящий. Да, полноценная атака у кемерского кузбасса. И Богдан Глевенко вложился здесь. Облак отыгрался ваут. Денадцатый номер кемеровчан. Денадцатый номер кемеровчан. Им оказался Антон Карпухов. Третий номер, который сейчас находится на площадке. Это лучший подающий в составе гостей. Тодор Кримов. Сера два эйса. В активсе записал Тодор. И того сорок один. Эйс. И третье место по этому показателю занимает седьмой номер красноярцев. И вот не даром прошла его подача и сейчас. В итоге Роман Джой здесь брейковый очко зарабатывает. На своей команде. Ну здесь Димаков хорошо так. Паркнул над сеткой. И без блока. Атаковал. Критский даже не думал подниматься по сопернику. Ошибается Белевенко. И сам же Капитан. Минесея. Отправляется на подачу. Здесь хороший прием. Левенко. И ошибается. Дважды подряд ошибается Богдан. Диагонально кемеровского кузбасса. Уступают кемеровчане. С таким планом. Богдан. Казалось бы планер. Но сколько он проблем приносит соперник. Но с третьей попытки Богдан реализует. Свою возможность в атаке. И добивает до пола. В этом эпизоде. И вот он. Самый заряженный игрок нынешнего первенства. Антон Карпуков. Дерещенко. Он здесь. Справился Ян. Итог. Крабитый мяч красноярцами. Роман Джойс. Другой. Гостей. Обладает хорошей подачей. Кстати, Роман. А у него этот раз не получил сейчас. Нацеленная атака. Хорошая поддержка традиционно. Кемерово. Здесь по длине. Не ошибся Димаков. И так часто. Иван попадал на площадку. Всего лишь в четырех партиях принял участие. Набрал четыре очка. И здесь Карпухов реализует свою возможность. Но нет. Эти дают красноярцам. И Ян Ерещенко. Четкий жесть видим. Микрия Овечкина. От души сейчас вложился. И Рещенко в эту подачу. И сам же завершает. И точно. В первую зону отправляет мяч. Но будет запрос. Смотрел. Сто по теме с фокус басса. Смотрел. Сто по теме с фокус басса. Помним. Во вчерашней игре. Очень зорко следили. В тренерском стаде Кемерского фокус басса. И не раз. Были правы. Когда брали. Запрос на просмотр игрового эпизода. Решение принято. Слушаем объявление суднеинформатора. Отдает мяч красноярцам. Теряю права на один запрос первой партии кемеровчане. Сохраняйки Реченко. Сохраняйки Реченко. Свою позицию на подаче. Вновь вкладывается. В сей раз обмочает хорош. Пакшин реализует свою атаку. А Клец. Хитрил здесь Кирилл. Карпухов просто перебрасывал мяч. И вновь сохраняет мяч в игре кемеровчане. Пакшин. Отлично играет Роман. Не позволяю уже сопернику добраться. Летячий видел всю площадку. Восьмой номер кемеровчан. Пак поднимал здесь Богдан Глебенко. Мяча в связке играл Антон Карпухов. Кречетов неплохо. Здесь, да, можно сохранять. Пакшин скидка. Снова зрячая. Скрим, он здесь, возможно, для атаки появляется. Пакшин. А вот сейчас без шансов атакует Роман. Если в первом предыдущем розыгрыше. Не так сильно приложился к мячу. Роман. Вот сейчас от души. И там Роман Джойс в защите. Ничего. Мог поделать. Минимальное преимущество уже гостей. Прогоняют кемеровчане. На подаче Егора Кречетова. Ну, Скримов сейчас пробился через двойной блок. Понимаешь, так кивает наставник кемеровчан. Впереди на первой партии. Впереди Гвозьки. И пока без эйсов у нас. Помню, вчера по этому показателю 6-3. Сильные были кемеровчане. Лец на одиночном блоке. Два тринадцатых номера сошлись. И тринадцатый номер Енисея. Оказывался более удачный. Два диагональных. Оба под тринадцатыми номерами. Играют. И мы смотрим повтор. Так что смешно. Сетки. Лец и Глебенко. Скидка от Пакшина проходит. Но пока у Романа Пакшина идет игра. Поэтому чаще всего пока задействует Вакречетов именно восьмого номера своей команды. Более надежно. И на этот доигровщик. Мировчан. Ерещенко. Емит, Кримов. Атакует. Сохраняет мяч у греки мировчане. И даже до атаки дело доходит. И тут прошивает Глебенко. Этот блок соперника. Но ошибка, конечно же, блокирующая. Руки даже и близко на сторону соперника не смогли перекинуть. Смотрите, как далеко. В той половине держит руки. И, соответственно, мяч и юркнул под сетку по стороне Енисея. Ну, здесь Крец. Конечно же, без шансов. Соперника атаковал по линии. Прекрасно понимает и Алексей Мачаев. Добраться было сложно. Попадать. Кирилл. Далековато. Далековато. Но минимальное преимущество Готи сохраняет. Своей команды. Далековато. Кирилл. И был прав. И был прав. Счет равный. Не стал подавать силовую. Кирилл. 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 А то, что он подавляет. Кирилл. Супер. То же самое. Продолжаем. От Байба не отказываемся. Это наш нарушение. Ты сделал все правильно. Я выбил безблоков. Можешь повторить противец. видим как спокойно и вербов говорит что то таки из-за трехметровой линии не отказываемся как мы видели еще пока ни одной первой партии не было в атаки видимо ждет-жет горпич это более удачного момента для такой передачи обстримов сейчас пожалуйста сразу усилил и сложности и мировчан сам же доигровки здесь седьмой номер и прав удар за комфортное преимущество получает красноярцы концовки первой партии стал делиться передачей вновь силовая неплохо аркухов тяжело тяжело конечно было там январь добраться до мяча но он в итоге то добрался передачу хотя бы близко для того чтобы партнеры сумели сохранить мяч в игре не было никаких до цеплял блок исполнения критского за мяч после атаки антона карпухова хорош хорош антон был наверняка не достает на этот раз из защиты от мачаев не благодарит его наставник за эту попытку лидеры своей команды повтор торм рикошет такой прекрасно понимал алексей что мог зацепить он этот мяч не получилось карпухов на тройном блоке клименко на двойном и это скидка лет скидки пока не проходит в этом розыгрыше и блок аут играет антон карпухов это мной догнать соперника кемеровчане приближается концовка первой партии вчерашнюю первую партию не вспоминать другие совершенно другой совершенно сорта кемеровского кузбасса бы тот же за исключением из лучшего игрока поэтому сегодня совершенно другая игра успевает роман джойт зацепиться но здесь почему-то все убежали в четвертую зону игроки енисея да и совершенно пустую вторую не очень именно туда и приземлился после того как блок кемеровского кузбасса умел сыграть по этой атаке уже тайм-аут требуется на ясно на себя через яна через маленького на высокая придача они его убирают ян там вышла маленькая на себя эй эй давай 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 да основной упор на связи еще команда игровщика Елена Герещенко возвращался Александр Климкин а волна уже в первой партии пошла под сводами под комплекс арена это может взбодрить подопечник Алексея Вербова то чтобы вновь достать соперника в счете где она там хорош в приеме Ерещенко в атаке от души приложился но блок смягчил и атака уже кузбасса но пакшина закрывает в этом эпизоде Антон Максимов да вот он герой минувшего розыгрыша и не позволил кемеровчанам сравнять щетка по игроку сейчас сыграл блокирующий гостей я позволю герой минувшего хитрость кречитого не прошла ну и ошибся здесь Янутов а вот он и пай пожалуйста вот да да спасибо режиссеру трансляции все четко уловил Кирилл Попов и прекрасно показал именно наставника он на этом как бы наставил что не отказываемся двойная замена у кемеровского кузбасса Игорь Ковзарь и Катар Крысманович вышли на площадку да с удовольствием посмакуем этот пайп в исполнении Антона Карпухова самого заряженного игрока по мнению титульного спонсора нынешнего чемпионата пари матч Игорь Ковзарь первая встреча капитан Кемеровского кузбасса завершил с двумя эйсами но уступил первую строчку да переходящий мяч четко вот блестящий сейчас оператор увидел место и режиссер именно этого оператора показал который четко по центру он в сетке находился уже на стороне соперника действовали красноярцы и вот пожалуйста счет равный и замена сработала хорошая Ерещенко закрывает блоком Роман Пакшин и уже Кузбасс впереди говорил я что Игорь Ковзарь вчера боится но 3 у Евгения Сиважелеза именно он теперь лидер по этому показателю у Кемеровчан 31 у него и 30 Игоря Ковзаря но есть шанс сейчас сравняться по этому показателю но пока в защите блестящей действует красноярцы Клец попадает по заднюю линию Кирилл сравнивает счет да упорная концовка ожидает сегодня вот обратная замена возвращается Иван Димаков и Егор Гречетов второй одиннадцатые номера место Игоря Ковзаря и Петера Крисмановича четвертого и седьмого номера соответственно ну стоит отметить грамотное решение Алексея Вербова что именно эти игроки вышли и они как раз таки и помогли не только сравнять счет серой партии но и выйти вперед не знаю атака из-за трехметровой линии вновь Антон Карпуков празднует успех да благодарит партнеров ну смотрим по столу да не все так четко было но неожиданностью это стало для красноярцев в итоге все таки Роман жест не ждал такой атаки так бы спокойно подстраховал партнера находящего на сетке который успел среагировать по удару в предыдущем розыгрыше а сейчас кто дарт крим вот он запаховал Максимов получается подача обмочает все контролировал на всякий случай линию караулил в любой момент готов сохранить был мяч в игре на впереди кемеровчане и Роман Пакшин хорошая первая партия в исполнении восьмого номера но здесь везет везет красноярцы четко сейчас по сопернику играл Леналт Овасиев мяч везет так отскочил и Антон Карпухов просто на противоходе уже был даже если бы и попытался но не смог бы совершенно дотянуться до этого мяча настолько коварный он оказался в этом фиджете вот атака и Мусеев Киринов почему-то не отважился а вот пожалуйста Роман Пакшин на этот раз все слышат волейболисты Кемеровского культбасса и у наставника не отказываемся от пайпа и вот уже после той паузы три атаки за трех метров и сетбол давайте против забор поставить чтобы не видно было принимающим его подачи а вот устраиваются игроки немного накоротили подачу басса тайм-аут зачем правильно наставник успокаивает игроков ну все правильно как и должно быть тренер он же психолог и отец в команде поэтому должен всегда везде помогать подопечным нападать из Тодор Крима самое опасное звено но не в этот раз фэдбол Кемеровчан янута крупным планом и Богдан Глевенко силовая неплохо грамотно сейчас также работал режиссер трансляции именно янутого показывал что именно Глевенко в него будет подавать а в атаке ошибаются красноярцы но ждем еще будет запрос на просмотр эпизода да так и есть что-то увидели в тренингском штабе Красноярского Енисея быстро принимается решение быстро разбирает все Сергей Кудряшов и мяч отдают Кемеровску кузбассу 26-24 побеждает первой партии Кемеровский кузбасс и как говорится не основным составом ждем второй партии модернизации сбор ader т.н. товарищ т.н. для т.н. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Волейбольной суперлиги париматч Кемеровский кульбас на своей площадке принимает Красноярский Енисей. После первой партии 1-0, 26-24 и видели статистику, как набирались эти очки. Атака примерно равна 15. Атака у Кузбасса и 16 у гостей. Но на блоке уже сегодня получше. Вчера помню, не все так хорошо было у Кемеровчан. Сегодня после первой партии 3-1. Ни одного эйса не было зафиксировано ни у одной из команд. Ну и ошибались равно обе команды по 7 ошибок по Кузбасса и Унисея. Вторая партия начинается с подачи Егора Кречетова. И сам же он в защите блестяще действует. Левенко в атаке. Здесь Ереченко. Караулил заднюю линию. Но здесь Кирилл Клец ошибается. Натыкается на блок. Казалось ему, что мяч от блока в аут. Но нет. Касается он линии. Согласен. Диагональный гостей. В этом эпизоде. И вот так. Везучий. Кемеровчан Кузбасса. Усложнил жизнь сопернику. Ухорачивает сейчас Кречетов. Но Яна посправляется. Обмочает. Кречетов. И за трех метров Антон Карпухов продолжает не забывать. И вот он, да. Алексей Вербов, который в твоем первом таймауте напомнил об этом. И после этого. Видимо, действительно. Кемеровчане забыли об этом элементе игровом. Ни разу не атаковали. А сейчас, пожалуйста, уже четвертая атака. Ошибается сейчас. Кречетов. Ну, уже видно было, когда подкинул мяч, как подпрыгнул Егор. Что не успеет. Мяч и рука встретятся в той точке, где задумывал связующий Кемеровский фокус Басса. Так и получилось. Нет. Получилось так. Подбил и он за пределы площадки улетел. Блокал. Играет Глевенко. Набирает. Игроки не всегда попадающие из стартового состава Кемеровского фокус Басса. Уже поинтереснее. Это игра. Скидка. Открытка не проходит. Карпухаев. 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 Неплохо ноги Реченко тащит. Да, караулит просто заднюю линию. 18-й номер. Скидка не проходит. Углевенко. Карпухаев на тройном блоке не попадает. Но касание было. Да. Блока. И это четко показывает первый сидячий. Встречи. Это Дмитрий Овечкин. Но что он-то был близкий. Он все рассмотрел. Принимает. Поздравление. Самый заряженный игрок. Нынешнего чемпионата. Напомню. Таковым его признал титульный спонсор нынешнего Перенста. Париматч. Управленной блок успевает. Собраться под Тодорас Криму. Но как сейчас Инал Тавасив из-за головы просто атаковал. И здесь все было на стороне Кузбасса. Вот так, да. Такой жест от Инала Тавасива. То, что шансов у красноярцев не было в этом эпизоде. Как бы ни атаковал Кирилл Клец в этом эпизоде. Без шансов оставил Кузбасса своего соперника. И тайм-аут соответственно Климкин. И вот уже эмоции пошли от наставника гостей. Послушаем. Кидок нет. Я сказал противоход скинуть надо. Стали все опущены. Что у нас случилось? Я не понял. Парсю проиграли. Клим-аут! 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 Давай для приема начинается. Двигаться надо уже. Дай! Давай-давай-давай! Дай! Да, соглашусь. Стали с гостей. Нужно действовать. Более активно. Совершенно. Приема Соответственно, в атаке Ничего не получается Двое след с крупным планом А не удивлюсь, что уже по ходу второй партии Вполне возможно замена состава гостей Вчера это случилось После третьей партии Янутов Кримов И удается Кримов Подача Романа Пакшина Хорошая силовая Но еще лучше Обмочаев действует А здесь Глевенко Просто какой-то расстрел Устроил сопернику Ну что, запрос На ярцы Но нет, нет Ошибочно Подзвучал сигнал Все, игра продолжается Мяч у Кемеровского Кузбасса На подачи на Алтавасию Мягкий планер И справляется с ним Готти Кемеровского Кузбасса Кемеровского Кузбасса Кемеровского Кузбасса И три У гостей Два из них на счету Тоже раскримов Как раз Глевенко Янутов Вновь хорош Хорош Александр Янутов Ну и Обмочаев отвечает Тем же Харпухов Ну как он сейчас Перехитрил Показал, что будет Атаковать левой Атакует правой Атакует по линии И уже Когда блок опускался Мяч Смотрите Попадает Сначала Великолепное спасение От Мачаева И потом Как выкручивает Обыгрывает этот Тройной блок Блестяще действует Самый заряженный игрок Немного чемпионата Должно поднимать мяч Да, видит Егор Кречетов отскок Поторопился Сейчас явно Роман Пакшин На, ну Партнеры Сразу же Успокаивают Восьмого номера Своей команды Алексей в матче Еще и подбадывает Какой-то шуткой Требовуткой Игрошки там Да, поторопился Бывает, конечно Хочется забить Побыстрее Буляем Возможность такая есть Ошибается Капитан Гостей на подаче И Антон Карпухов Ну, кто же станет Автором первого эйса В сегодняшнем третье Крима в приеме Попробуй справься С такой Таким выстрелом Блокирующего Никаких шансов Посмотрите Пуля летит Старался, конечно же Максимов подняться Но Он просто на полметра Не успел Успевает Сохранить мяч И в итоге Удача на стороне И не те Ереченко Не получается подача Желал бы Хотел бы Ян Ереченко И в итоге Такой, казалось бы, не легкий мяч Забивается Мировчане Да, понимает И Налтовасиев Конечно, другого Хотелось бы По-другому сыграть Ну и такой Мяч засчитывает По волейболу Кречет Начинает Подачи Связующий Кемеровского Кузбасса И вновь неплохо Налтовасиев Вот сейчас более доволен Блокирующий Кемеровского Кузбасса Своими действиями Сейчас все гораздо лучше Но думаю, еще Хочет Улучшить Свою атаку 15-й номер Кемеровского Кузбасса И добить Просто до пола Мяч Чтобы шансов Соперника Не было Середина Второй партии Комфортнейшее Примущество Кемеровского Кузбасса В приеме Клец В атаке На тройном блоке Вот сейчас везет Красноярцы А в блоке Мяч в аут Извиняется Перед партнерами Налтоватиев Понимает, что мог Закрыть Атаку Остал Не клетка Ошибается Сейчас в приеме Кобмачаев Но Глевенко Все исправляет Вот такой Скидкой На тройном блоке И получает Благодарность От лидера Своей команды Ивана Зайцева Посмотрел я Кто принимал Участие во встречах Во всех встречах Кемеровского Кузбасса Это как раз таки Один из них Иван Зайцев Также Александр Маркин И Игорь Кобзарь Игорь Кобзарь Уже сегодня Выходил на площадку Так что Игорь Пока во всех встречах Участвовал А вот Иван Зайцев И Александр Маркин Могут И не появиться Сегодня на площадке Даже Остальник Кемеровского Кузбасса Раньше Первый судей Заметил ошибку Соперника Отдает мяч Ну, проще Стенку выстроил Блокирующий Кемеровского Кузбасса И вновь Внимание Режиссера На Александре Януки Смотрим Угадал Но на этот раз Нет На этот раз Ереченко Нет, принимает Акритский Атакует Но не попадает Прочат Касание рук Блокирующих Посмотреть Свой тренерский Штаб Красноярцы Да Есть допрос И будут смотреть Касание рук Блокирующих Если у кемеровчан Посмотрели То во всех Играх принимали Участие Посмотрим Что у Красноярцев Это Соответственно Ян Ереченко Александр Критский И Валентин Стрельчук С Александром Янутовым Вот Янутов Играет Ереченко Играет Критский Соответственно Капитан Команда Играет А вот Валентин Стрельчук Имеет шанс Первую встречу Провести Удовлетворен Да Не видели Мы тут Четко Как мяч Попадает По пальцам Но Поверим Судейственному Корпусу Что Это попадание Было Сударскримов Ухорачивает Ну здесь Антон Карпус Не помеха Двойной блок И спокойно Он реализует Свою атаку Так Комфортное преимущество Кемеровчан Расслабляться нельзя Прекрасно понимаем Что в любой момент Казноярцы могут вернуться В игру По-прежнему Хорошее настроение Алексея Мачаева В любой ситуации Он находит позитив Богданом Глевенко Ощутили себя Как будто на пляже Они загорают Весело И комфортно Игрокам Климарской Кубаса Но сейчас Сосредоточим Лидеры Комфортчан На подаче криткого Паксон в приеме Левенко в атаке Хорош Богдан Прошивает Двойной блок Не видя совершенно Его Да И Тень Тень явно попал Понимая Сейчас Режиссера нашей Трансляции Акцентирует Внимание Кирилл Клец Который попал Пока В пене находится Тринадцатый номер Курсбас наращивает преимущество И вновь это не есть Приходящий мяч Из-за трех метров Антон Карпуха Да Принимается Позвращение Конечно же Зор Речитов И очередной Тайм-ау Тринц Курсбаса Инисея Послушаем Да Правильно Делаешь На маленьком Да Либо Там Лучше Чуть И выдержишь Да Зоны Дай кири Оставляй Как они Оставляют Там На Блоке Вот Все Мужики Мы знаем Куда Они Бьют И не Можем Наши Закрыть 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 Четко И все Пускай Вот Двест Пускай Должно Быть Закрыг И все Да Видно Как Сейчас Как бы Эмоции Сдерживал На Там Красноярков Ну Видно Как В душе У него Все Кипит Просто Переворачивается Пообщался В основном Со своей Святкой Алексей Вербов Даже Похоже Не принимал Участие Во время Дайм Аута А что Сказать Когда Подопечник Все Получается Лишний Раз Тревожит Карпов Находит Кримов А здесь Влог Кузбасса Пакшин Закрывает Замены Да Не было Не было Видно Совершенно Последних Розыгрышах 13 номера И на площадке Появляется Данила Гаврилов Доигровщик Красноярцев По 19 номерам Кримов Ошибается Содор Да Кто скажет Что не повторяется Первая Либо третья Партия Вчерашней Встречи Очень Очень Близко Похоже По счету На подаче Антона Карпухова Все это происходит При такой игре Ни одного Эйса Конечно Очень Странно Вроде Есть Хорошие Подающие Красноярцы Так вообще Лидер Красноярцев Занимается Третье место В нынешнем Чемпионате И у него Ничего не получается Левенко Здесь от блока Отыгрывается Ну вот Например Антон Карпухов Вполне может Хорошо подавать 15 сейсов Уже Нынешнем Чемпионате У него Имеется Ну а замена В составе Кемеров Фокус Баса Это замена Из первой партии Мы ее помним Игорь Кобзарь Появился на площадке Первый раз Он появлялся В первой партии С Петером Крисмановичем На этот раз Михаилом Сербаковым Ну запрос Берет Римский штаб Кемеровского Кузбасса На попадание Мяча В площадку Да Не было Уверенности В этом Эпизоде Но сейчас Судейская бригада Все разобрала Быстро И да Действительно Ошиблись На подаче Кемеровчане Игорь Кобзарьбау Мяч отправил И обратная Двойная замена На этот раз Долго не задержалась Если в первой партии Перелом Какой-то Именно Выход Игорь Кобзарь И Кетер Крисмановича Внес в игру При них Команда Вышла вперед А сейчас Даже дороже Больше дела Не дошло Мяч Валки Ереченко Да Не поняли Сейчас друг друга Кричит Какой-то Васиев Смотрим Повтор Не в той точке Поднимался Блокирующий Кемеровчан В итоге Махнул Мимо Ереченко Акшин На блок Натыкается Но будет повторная попытка У Романа Сейчас скидка И вновь не проходит она Третья попытка От души Сейчас сложился И вновь Три раза Блестяще действует А вот Тодор Скримов Бреж в блоке Кемеровского Кузбасса Находит И отыгрывается От него Неплохая Пяти минутка В исполнении Енисея Закрыли Закрыли Наглухо Сейчас Романа Пакшина Три атаки Подряд Был Игрошки Кемеровчан Не сложилась В этот раз Ян Ереченко Он сейчас Вложился В эту атаку Но Налта Василь Успокоил Все Потуги Красноярцев Продолжение Борьбы Комфортный Счет Для своей Команды По-прежнему Сохранил Блокирующий Кемеровский Кузбасса Скоро Кречетов Напомним Предыдущую Подачу Когда Под мяч Попал Сейчас похоже Сверху Мяча Попал Кречетов Оба раза Мяч Бизоза Достается Красноярцам Но отвечает Любезностью Своей Красноярцы Любезность Кузбасса Такая Уверенность Сквозит Во взгляде Нас там Никаким Мировчан Кримов Приеме Критский Ошибается Здесь Александр И Сетбол Зарабатывают Кемеровчане Успели Пообщаться Игроки С Криминским Штабом Не было Там Случайно Касания Рублокирующих Видимо Команды На Просмотр Не последовало С Кримова Там Русодор В атаке И сейчас Более надежно Действует Седьмой номер Один сетбол Отыграли Успокоится Видимо Александр Климкин Понимает Что Тяжело Что-то будет Исправить В этой партии Нужно готовиться К третьей Скидка Карпухова Янутов Ну что творит Сегодня Александр Янутов И вновь Казалось бы Уже все Но Янутов Там есть Вот вновь Янутов Герой Этого розыгрыша Искримов Благодарит Либера За эти Три Шикарных Спасения В исполнении Двенадцатого Номера И соответственно Данила Гаврилов Охраняет место На подаче Самый молодой игрок Красноярцев 2001 года рождения Вот так вот Богдан Глевенко Ставит Жирную точку Во второй партии 25-17 И ждем решающую Третью партию Которую Красноярцы Конечно же Попытаются Сыграть Более лучше Субтитры создавал DimaTorzok 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 Принемая на своей площадке Красноярцы 2-0 После двух партий Видели только что статистику Да, она выросла в пользу Кемеровчан Потому что уже более уверенно Действовали хозяева площадки По сумме двух партий 31-27 В пользу Кузбасса по атакам Точно с таким же счетом Завершились Блокирование В пользу Кемеровчан 3-1 В первой партии 3-1 во второй В итоге 6-2 Но вновь по-прежнему не тейсов Но и ошибались Вновь Правное количество раз Команды По 7 раз В первой партии И по 5 во второй Утого 12-12 Пока Вот вернулся Кирилл Клец Замененный Ближе к концовке Второй партии был Диагональный Гостей Данила Гаврилов Вышел Особо тоже Ничем не запомнился Один брейк И меч на его подаче Выиграли красноярцы И это все Что можно вспомнить О 19-м номере Самом молодом игроке Команда Енисей Вот сейчас Клец Видимо отдохнул Вошел в игру Со свежими силами И перехитрил Тройной блок Мягкая скидка Никто не успевает Кримов Левенко Хорошо выкручивает Но там Януто в поте лица Трудится И Вещенко Клец И здесь Клец Да Хорошо отдохнул Кирилл Хорошее возвращение В игру Пока без ошибок Атакует Да Разорван Блоке поймал Соперника В этом эпизоде В этом эпизоде Не то что до первого Даже второго места Дражин Лугарич имеет 62 эйса И Максим Жигалов Находясь на втором месте 54 Каковых Очень хороша Подача Этих двух игроков Тодор Хозяева Не нужно упускать Нити игры Уже в самом дебите Третьей партии Красноярцы могут почувствовать Кровь и вернуться в игру Стараются Они это сделать И здесь ошибается Кречетов Помешал он Роману Пакшину В приеме Ну как ошибается Ну Бежал Пытался уже Под передачу подстроиться И именно в этот момент Мяч попал Именно в голову И выиграет Мировчан И второй эйс Раскрим Ой здесь еще Блок Работает Акритский в атаке Хорош Да уже комфортнейшее Преимущество В дебюте Третьей партии Получает Гости Плюс 5 Сейчас уже да Третьей партии Третьей партии Третьей партии Третьей партии Но нет Судья рядом Судья Реализует Реализует это спасение И потихоньку Решина Решина Первый путь Третьи У Романа И четвертый В нынешнем первенстве Конечно же Третьей партии Третьей партии Смелее Сейчас выйдет Аберет И на связке Блок Давай Давай Опять С первого Да Выдержит Третья Станки Ничего Кузбасса Чтобы не использовать Второй Тайм-аут В начале Третьей партии И команда Да Вернулась В игру Уже Минимальное Преимущество Гостей Помним Совсем Недавно Минут 5 Таким Рачем Ну вот Роман Пакшин Вот так Своей подачей Заставил Ошибаться Великолепно Действовавшего Особенно В концовке Второй партии Янутова И вновь Него И да Видим Вновь Ошибается Янутов Ну никак Не получается У него прием После подачи Пакшина А здесь Глевенко Ну будет Просмотр Да Так и есть Судья Отдает мяч Красноярцам Третьейский Штаб Кузбасса Берет Запрос Да Какие-то явно Проблемы У Александра Янутова После подачи Романа Пакшина И блестящий Роман Раз за разом Терроризирует Либера Красноярской команды Успевает Тренер Пообщаться Со своими Подопечными Диагональным И связующим Выбирает Общение Отставники Нексея На попадание Мяча Площадку Смотрели Ну если кто Хорошо и внимательно Смотрел Вчерашнюю встречу Точно такой же Эпизод Один в один Был в вчерашней Встрече И мяч Красноярцам Отдали Считав Что было Касание Линии Но сейчас Нет Вот один в один Вот прям Показал Что тот же Эпизод Из вчерашней Игры Сейчас нам Продемонстрировали Но если В прошлый раз Касание Линии Засчитали То сейчас Нет Но все таки Судьи Внимательно Рассматривали Так что Конечно же Доверимся На Алтаваси Планером Дерещенко Клет В атаке В защите Да Спасает Гостинок Клет Со второй попытки Реализует Свою возможность Забивает Уже мяч До пола Понимался Карпухов Сместить Левее Мог перекрыть Для атаки Опять Ошибается Роман Зой Видно было Что торопился Сейчас Свяжу Еще Косноярцев Быстрее Произвести Эту подачу Вернуться На площадку Чтобы сделать Нацеленную Передачу Но явно Поторопился Вот здесь Пакшен Есть пайп Есть пайп Отвечай Игрок Наставнику Не забывает Об этом Конечно же Егор Кречет Смотрю Повтор Снабжает Великолепной Передачей Своих партнеров Свяжущих Кемеровского Кузбасса И без атаки Остаются Красноярцы И Карпухов Не стал Долго Думать Неудачная Атака В исполнении Кемеровченко Урешается Балом Бактик Енисея 8-9 Упорная Борьба Продолжается Янь Ереченко На подаче Есть Есть В арсенале Хорошая Силовая Подача Но пока Кемеровон Ее Не демонстрирует Вот В таких ситуациях Янутов Блестяще действует Когда В безнадежной Ситуации Нужно спасти Свою команду Тут На На полную Мощь Играет 12-й номер Енисея Оказалось бы Более В простых Ситуациях Не все Не все Так очевидно Для Либера Красноярцев Карпухов Тщательно готовится Свою подачу Антон Клец Спасает здесь Мяч Пакшин А Богдан Глевенко Хорош В завершение В завершении И Кузбасс Выходит вперед Так провальное Начало Третьей партии Это приводит К тому Что хозяева Выходит вперед На подачу Антона Карпухова И здесь Везет Заигровщик Кемеровского Кузбасса Запишем Очередной Пакшин И натыкается На двойной блок Да Все прочитали Блокирующие Два высоченных Игрока выстроились Не позволили Грамотно Видим Как руки Перенесли Все по Волейбольным Канонам Сделали великолепно В этом эпизоде Красноярцы Закрыли Атаку Пакшина Глевенко Отвечает Своей Атакой Также Блестяще Действует Гимаков Не юркнул Мягче А мог За Оказывается Кирилл Клец Хорошая силовая Но справляется Карпухов Товасиев Не сумел Переиграть Блок Как сейчас Кримов-то хитрил А И здесь Критский Переиграл Товасиева Перехитрил Вывернул Кисть Посмотрим Повтор Хотелось бы Посмотреть Конечно же Атаку Кримова Но может быть Позже Закрутил Просто Тодор Мяч Но среагировал На это Комировчане Розыгрыш Продолжен Но в дальнейшем Критский Умел Переиграть Двух Кузбасса Кречет Ну да Пока Третьей партией Тяжело Остановить Диагонального Гостей Хорошо Отдохнул Видимо В концовке Второй партии Когда появилась Такая возможность Сейчас Видим Отпоки Лица Трудится Сверхлет Очень Надежно Для своей команды Блоком На этот раз Закрывают Атаку И уже Гости Вперед Выходят Да Пошли Качели У нас Третья партия Решающая Для красноярцев Нельзя им Проигрывать Игра Завершится Скримов Теперь У всех Содор Очень Далеко Ваут Улетает Впереди На третьей Партии Равный Счет Роман Факшн Да Помним Предыдущее Это противостояние Факшн Янутов Но на этот раз Все благополучно Закончилось Для Александра Сумел он Принять Повтор Уже Свет Как Видим Делает Передачу Диагонального И Клец Атакует Какой высоты Сейчас Глевенко Атаковал Да Видим Какое удовольствие Получил Евгений Сивас Желез От этой Атаки Богдана Смотрите Просто Шикарнейшая Атака Диагонально Уже Кемеровского Кульбаса Диагональные Меряются Силы Свои Атаки Пока Неплохо Оба Действуют Впереди Гости Напомню Еще раз Что Кемеровчане Досрочно После Вчера Победы В шести Команде По сути Ничего Пригуляров И не Нужно Выше Не поднимутся Ниже Не опустятся А вот Красноярцы Еще мечтают О девятой Строчке И борьбе Скорее всего Санкт-Петербургским Зенитом А почему бы Не посмотреть Невский Проспект Вот Там Съездит Петродворец Фонтаны Скорее всего Еще не Откроются Но Хотя бы Красоту Посмотреть Небольшого Городка Недалеко От Питера Находящегося И Реченко Скидка И атака Кемеровского Кузбасса Карпухов И Реченко Уже спасает Я пытался Переграть Но сейчас Полноценная Атака у Кирилла И вот Здесь он уже Феерин Когда скидка Не все Так просто Да Сетует Конечно Видим Александра Климкина Который Сетует На скидки Своих Подопечных Вот в атаке Клец Да Идет игра Почему бы Награждать его Передачами Но здесь Карпухов Нашел в руке Пока лучшего игрока Третьей партии В составе Красноярцев И сумел Вовремя От них Отыграться Смотрим Повтор Да Вновь спасение Одной рукой Янутова Да В тяжелейших Ситуациях Либера гостей Просто монстр Карпухов Небольшая пауза Приводили В порядок К площадку Все готово Здесь хорош Янутов Клец И переигрывает Тройной блок Да Не удержим Третьей партии Диагональный Смотрим повтор Где он там Лазейку нашел Отвел просто Блок Клец Максимов Нападатель Ну где кружка Подвучал Акшен Мачаев Проходит Ну здесь Спокойно Димаков Релиз Возможность И очередная И очередная Двойная Да Игорь Ковдарь И Михаил Чурбаков Появляется На площадке Это Ивана Димакова Игора Кречетова Четвертые Двенадцатые Номера Появились Второй Одиннадцатый Покинули Пределы Покинули Пределы Площадки Очень Удачно Вышли В концовке Первой партии Тогда сумели Перевернуть Ход Событий Но Как и во второй партии Неудачный выход Получился Больше одного Розыгрыша Не получается Задерзаться Обратная Замена Место Игоря Ковдарь И Михаил Щербакова На площадку Возвращается Иван Димаков И Егор Кречетов Плет Хорошая Подача Но и хороший Прием Демонстрировал Карпухов И здесь Обмочаев Все читал И благодарит Тренера Который Видимо Успел Подсказать Пока мяч Был в полете Потому что Видно было Что Алексей Готов В любой момент По подсказке Тренера Сохранить Мяч в игре Все было Под контролем Либера Кемеровского Кузбасса Егор Кречетов Готовится К своей подаче Какой на этот раз Выберет Везущий Кемеровчан Вот так Неожиданно Ускорил Свою подачу Да Тяжеловато Здесь было Обмочаев Добраться до мяча Сохраняем Комфортное преимущество Гостей В концовке Третьей партии Вновь жаркая Концовочка Ожидается Третья партии Третья партии Кемеровским Кузбассом И красноярским Енисеем Тайм-аут Берет Венский штат Кемеровчан Послушаем Наставника Кемеровчан Алексея Вербова Ну да Какой-то веки в Кемерово художник Удалось послушать Наставника Одной из команд Одной из хозяев И все четко И понятно Думаю И повторять Нет смысла Все все прекрасно Слушали Стримов И эйс Очередной эйс Очень вовремя Делает Тодор Третья из сегодняшней встречи Два было Вчера Сегодня уже превысил Показатель Того 44 Вновь хороша подача Здесь блок работает Енисея Закрывает атаку Пакшина Тайм-аут видимо Нужен Кемеровскому Кузбассу Но его как вы понимаете Нет И вот так Приходится брать паузу Замена по позиции Это Налатова Сива Номер 15 На площадке появился Петер Красманович Номер 7 Номер 7 Красноярцев на подаче Замена по позиции И Налатова Сива И Налатова Сива готов продолжать Борьбу в третьей партии Не все потеряно для кемеровчан Готовы они биться Ну а почему бы не сделать Ну а почему бы не сделать на подачу Романа Пакшина Есть там Александр Янутов Который не так Удачно принимать Но сейчас вновь Великолепно И вот пожалуйста Есть прием от Янутова И пожалуйста Есть атака Кирилла Клеца И сетбол Красноярского и Несея Соответственно 4 сетбола Да, прав был наставник Кемеровского кузбасса Ерещенко Совершенно незаметен И все, внимание На 13 номер гостей Как сейчас Разобрался в этой Ситуации Налатова Сива Ну не получилось в передаче Егора Кречетова Ну и злочился Блокирующий кузбасса Смотрите повтор Чудеса просто какие-то В исполнении Кемеровского кузбасса Ну и Налатова Сив Все будет на подачу Чтобы спасать Кемеровский кузбасс Концовки третьей партии 11 сетбола отыгран Осталось еще 3 Кирилл Клец Но нет Когда Кирилл Клец в огне Это не просто сделать 21-25 Третьей партии уступает Кемеровчане Ждем четвертую Это было Продолжение следует Продолжение следует ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, возвращаемся на площадку спортсменов-арена. И в матче 22-го тура это заключительный домашний матч Кемерского кузбасса. В нынешнем первенстве волейбольная суперлига-паримач Кемерский кузбасс на своей площадке принимает красноярский енисей. 2-1 впереди хозяева. И видели только что статистику после трех партий. Подравнялись красноярцы по атакам. 44-42 в пользу кузбасса. На блоке также кузбасс сильнее 8-5. А вот по эйсам Тодор Скримов выигрывает у Кемеровского кузбасса. 3-2. И все эти пять эйсов были зафиксированы именно в третьей партии. И по ошибкам красноярцы вышли вперед. На одну ошибку они допустили больше. В итоге 18 у кузбасса, 19 у Енисея. Все готово. Продолжение нашей встречи. Очень интересная получилась третья партия. В Дюбите гости оторвались. На пять мячей. Но кузбасс не только сумел достать соперника, но даже периодически выходили вперед. Кемеровчане были такие качели. По ходу третьей партии. Но концовка вновь удалась. Гостям и усилиями в основном. Конечно же. Кирилл Клеца удалось. В наших экранах. Кирилл Клец. Красноярцам сломить сопротивление хозяев. Но свой 13-й номер есть и в составе Кемеровского кузбасса. Глевенко. Сравнивает счет четвертой партии. На двойном блоке атаковал. И в защите был. Клец в этой ситуации. Вставай Сиев. Ерещенко. Кримов на тройном блоке. Смельчал блок. Мяч пошел в сторону. Тяжело было уже месяц вставать. Только впереди. И на подаче самое грозное оружие красноярцев. Кодор Скримов. На этот раз ошибается. Нарадок. Болельщикам Кемеровского кузбасса. Лучше подающий Енисея. И Богдан Глевенко чем ответит. Своя ошибка, отвечает Богдан. На ошибку гостей. А, не первый раз. В сегодняшней встрече. Соперники ошибаются подряд. Посмотрим на капитана красноярцев. Без ошибки, но быстро снимается. С этой подачи мировчане усилиями Ивана Димакова. Стоит отметить, кстати. Неплохую встречу проводит второй номер. Кемеровского кузбасса. И вот. Неожиданная передача на Ерещенко. Он использует. Может быть и неожиданностью стало для игроков Кемеровского кузбасса. Жесть выбрал адресатом именно Ерещенко. И идет почему-то игра. У Яна Кемеров. Не вчера, не сегодня пока. Он сейчас справился. С атакой. Клец. А вот Клец. Просто в полном порядке. После того, как отдохнул в концовке второй партии. Да, пропала игра диагонально во второй партии. Ушел на скамейку для запасных. Отдохнул сначала. Третью партию вернулся в игру. Да как вернулся. Третью партию просто вытащил. Ну и сейчас продолжает великолепно действовать. Глевенко отвечает так же, но очень уверенно, что я атакой. Минимальное преимущество гостей пытается, пытается взбодрить своих партнеров Богдан Глевенко. Но нет столько эмоций, как у другого диагонального кемеровского кузбасса Ивана Зайцева. Который наряду с Александром Маркиным имеет впервые в этом сезоне возможность пропустить встречу регулярного первенства. Пока предыдущие 24 игры во всех принимали участие 9 и 22 номера кемеровского кузбасса. Да, вновь красноярцы отрываются в счете в начале четвертой партии. И вновь блок работает Енисея. Кирилл Клец обеспечивает безопасность. Свои площадки в этом эпизоде. И да, тайм-аут требуется кемеровчанам. Есть о чем поговорить со своими подопечными. Алексею Вербову послушаем. Чем сложнее, тем больше вы вместе. Выиграли, можете разбегаться. Во-первых, каждый должен верить, что мяч отскочит от него. В защите будет он, на страховке, да? Мы так ощущаем, что мы ожидаем, что кто-то другой сейчас это сыграет. Клец – это все сверху. Не уходит шестая зона никуда. Стоим готово сверху. Первая зона – из-за блока бета. Увидели край и бета-угол тоже. Следующий момент. Сейчас больше внимания – это прием. Чем дальше играем, тем концентрация падает. От приема Егой держит так же, как в начало игры. Давай, вообще убрал байп. Да, вновь все хорошо слышно. На удивление, как никогда. Кемеров сегодня прекрасно слышно трениров во время тайм-аутов. Но вновь обращает наставник Кемеровского Кузбасса. А где же вновь пайп? Куда делись атаки из-за трехметровой линии? Чуть-чуть подзабыли. Первой партии напомнил и… Пошла игра. Кузбасса… Ну, сейчас пришлось повторить. То, о чем. Договаривались на предугровой установке. Нападающий, связующий. Кемеровского Кузбасса. Неплохо, но справляется. Скримов. Здесь Клец. И вот удалось закрыть атаку 13-го номера гостей. Да, есть. Сейчас будет над чем задуматься Климкину. Я пытался здесь скрима спасти. Уже поздно. Это что? Это эйс, да! Это эйс в исполнении Кречетова. Так и запишем. Но пока подождем. Не согласны с этим тренерском штабе Енисея. Но слышим по реакции трибун. Кемерово болельщики всегда успевает быстрее рассмотреть судей эпизоды, которые участвуют в просмотре. Да, видим, судей еще рассматривают, а болельщики уже приняли решение, что мяч в площадке. Отдают. Да. Действительно. Площадки и, если мы так долго действительно рассматривали, непонятно. Егор Кречетов сравнивается по эйсам. 2 с Енисеем, но у Енисея лишь Тодор Скримов. Заработал три эйса на Кузбасса три разных игрока. Антон Карпухов, Роман Факшин и только что Егор Кречетов. Максимов. Он вообще в сторону. О чем-то, видимо, сильно задумался в этом эпизоде Антон. И просто, чтобы Дума из головы не уходила, просто так в сторону махнул. Мяч и пошел дальше свою Думу думать. На Ферещенко приеме. Кримов в атаке на тройном блоке и мяч за. К сожалению для боечка Кемеровского Кузбасса. Да, близкие были кемеровчане. Но мяч предательский в зале не приземлился. Видим, как близко все было на Тоненького. Ведет Красноярцем Клец. И вот он. Вспомнили о трехметровой линии. Где же подзабытый пайп? А вот он он. Повтор. Ну конечно же тут Нал Тавасиев просто собрал всех соперников на себя. Все внимание. Отвлек и спокойно позволил атаковать партнера. Ну что-то с подачей Тавасиева происходит в последних партиях. Нельзя назвать ее надежной. Кримов. И это эйс очередной. Да, сегодня он прям вдвое превзошел к данной минуте свой вчерашний показатель. Четыре эйса. И сорок пятый. В нынешнем чемпионате. У болгарского легионера. Красноярского Енисея. И это пятый эйс. На рекорд идет Тодор. Не удается пока с мировчаном справиться с подачей Скримова. Ох, только вот так вот Тодор Скримов сумел сняться сам со своей подачи. Отшибся. Клинка. Пытался здесь зону конфликта подать, но справились красноярцы. И в итоге дело дошло до результативной атаки. И смотрим повтор. Да, быстро здесь работал капитан Енисея. Да, хороший настроен. Тренинский штат Кузбасса. Команда попала. Финал шести. Со второго места. Будет время подготовиться. Да, не будет. Игровой практики, конечно же, она очень пригодилась бы. А я напомню, вдруг, если кто не знает, что финал шести пройдет с 4 по 10 апреля. Стоит там в Москве. Капитан Енисея задержался немного на подаче. И продолжает там задерживаться. Максимов останавливает одиночным блоком. Двое оппонента. Димакова. И уже комфортное преимущество в середине четвертой партии получают красноярцы. А уже как бы отдыхать начали. Кемеровчане видно по игре. Но не так много эти игроки проводили в нынешнем сезоне времени на площадке. Так что, думаю, хотелось бы им поиграть. Но, может, поиграть побольше. Поэтому и пытаются растянуть встречу на 5 партий. Не так много играли. А тут, пожалуйста, доверили место в стартовом составе. Побольше можно поиграть. Две первые партии выиграли. Две следующие можно и проиграть, чтобы побольше находиться на площадке. Конечно же, вы прекрасно понимаете, что не думают о комеровчане. Зость на подаче. Обмочают в приеме. И вновь закрывают Димакова. А вот здесь у Селеме Пакшина реализуют атаку комеровчане. Да, пока не все складывается. В атаке у Кемеровского футбаса. Стоима на Димакова. Но второй на площадке появился. Кирков за номер четвертый. Все время только на подачу выходит. Кемеровчан. Но не всегда удачно получается. За исключением первой партии. В концовке удачно вышли. Обзор и Крисманович. Удалось в свою пользу перевернуть неудачно складывающую встречу. В остальном пока не все хорошо с выходом. Здесь вновь вспомнили о том, что есть атака по Мукусбаса. И вновь она очень хороша. Это раз Антон Карпухов реализует свою возможность в атаке. И смотрим повтор. Высоченный взлет. Здесь Клец. Пытался здесь неимоверными усилиями все же сохранить мяч в игре. Кабмачаев. Не получилось. Максимов. Здесь переходящий Криский. Блестяще действует. Успевай быстрее соперника. Да, не очень такой приятный счет, я думаю, для кемеровчан. И скорее всего ожидает нас решающая пятая партия. Очередной пайп. Да, он не прошел, но ошиблись красноярцы. Могли спокойно разыграть сейчас свою атаку. В итоге ошибка. И мяч отдают хозяева. Смотрим повтор. Акшен. И да, попадает он в линию, видно было. Но просят уже красноярцы. Не верят они, что мяч в площадке. Как и предыдущий раз, когда Егор Кречетов попал в линию. Но здесь слышали мы второго судью сегодняшней встречи. Аут. Громко произнес. Да, мяч за. Это показывает это прогневное табло. Да. Видим здесь четко аут. Два сантиметра. Мяч за. Клец. С хорошим настроением приходит на подачу. Но ошибается. К сожалению, для своих болельщиков. И вот Евгений Севажелес. Лучший подающий в Кемеровском Кузбассе. Выходит, соответственно, на подачу. 31 эйс. А вчерашней встрече сразу тремя эйсами отметился Евгений. Чем ответит сегодня. Хорошая подача вновь. Ерещенко. Львенко на торонном блоке. Здесь есть постраховка у Кемеровского Кузбасса. И вот пайп в исполнении Пакшина. Все как говорил наставник. Не забываем про трехметровую линию. И атак будет за ней. Посмотрим с удовольствием этот повтор. И ничей таймаут взял. Прекрасно понимают, что может войти в раз Евгений Севажелес. поade еще в двору! На появившейся на площадке! Он вставит в мили. Ух уже – с каждого шага! Попробуем! Попробуем! Еще, еще! Прекрасно припьем! Внимание! Укороченное может быть! Показь короткую! Да, приходит. Да, предупреждай! Оставь. очень ну и сейчас за тайм-аута но посмотрим угадал ли там гостей либо евгений в силовую все увидим сами нет не угадывает тренингский штаб на ярцев а здесь и блок одиночный исполнение антона карпухова самый заряженный игрок нынешнего чемпионата от титульного спонсора паримач получил приз перед сегодняшней встречи третий номер кемеровского кузбасса видите показывает свою заряженность на каждый розыгрыш евгений севажелес уже не зря вышел а сейчас покидает площадку возвращается финал каласиев это евгений севажелеса водор скримов 5 эйсов в игре здесь рицкий бывает закрыть димакова совсем что-то разразилась игра ивана димакова 1 2 партии просто пьерил над сеткой 2 номер кемеровчан сейчас немного вот и принять не смог здесь переходящий антон карпухов быстрее всех сообразил но нужно сделать мячом в этой ситуации и скинула на сторону соперника есть возможность еще кемеровчан побороться за победу в четвертой партии да все тяжелее тяжелее становится но все же нужна подача она пока есть защита сохраняет мяч в игре гливенко и вот пайп в исполнении тодора скримова фэдбол зарабатывают в основе ярцы но запрос от тренинского штаба кемеровского кузбасса похоже заступ увидели кемеровчане тодора скримова за трехметровую линию быстро как принимаете решение за видим большой запас был у тодора и сетбол красноярцев нападающий александра критского да очень близко пятая партия решающая прием карпухов по прежнему любой ситуации заряжен на игру антон один сетбол отыграл замена на усиление блока вместо его рак речет его номер один сын на площадке появился михаил щербаков лучше блокирующий теми раскол кузбасса занимающий второе место нынешнем первенстве уступая лишь ивану яковлеву из санкт-петербургского зенита 71 блок блок блокирующего петербургской команды 69 у михаила щербакова 19.25 завершается четвертая партия уступает кемеровчане и вот такая завершающая домашняя игра кемеровского кузбасса в нынешнем первенстве устроили болельщикам праздник пять партий сегодня увидим и в ожидании пятой партии небольшая пауза в калий и «поискласс» «поискласс» в сентябре «поискласс» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет решающая пятая партия болельщиков. Вот такой праздник устроили команды. Ну, понятно, кемеровчанам ничего не нужно было перед началом этой встречи. Выставили они игроков, которые не так часто выходили в стартовом составе в нынешнем первенстве. А красноярцы, наоборот, сильнейшие силы. И в итоге статистика после четырех партий. Атаки примерно равны. 53-52 в пользу Кузбасса. Блок также за кемеровчанами. 11-10. Но по эйсам. Тодорк Скримов, кстати, в одиночку выигрывает у кемеровчан. 5-3. Но и ошибались больше волейболисты Кемеровского Кузбасса. Очень много ошибок в четвертой партии. И сразу 10 допустили хозяева площадки против семи у гостей. Вот началась решающая пятая партия с подачи Кирилла Клеца. Вау, что такое. Ерещенко. Понравилось, видимо. Атаковать из-за трехметровой линии красноярцам. Довольны игроки. Кемеровского Кузбасса на подаче Инал Тавасиев. Ерещенко не справляется с приемом. И полноценная атака у кемеровчан. Карпухов. Низковата была эта передача. Но Антон умеет справляться в сложнейших ситуациях. И со всеми простыми мячами. И в этот раз он это доказал. Вот так вот по голове. Слежа еще у гостей. Прогулялся мяч. И в дальнейшем. Смотри, кашетил. И ушел за пределы площадки. Критский попадает. Показывает, что да. Весь площадки. И вот он. Главная боль Кемеровского Кузбасса в сегодняшней встрече. На подаче Тодор Скримов. Пятьейцев. И шестой, пожалуйста, оформляет Тодор. 47-й. В нынешнем первенстве. Седьмого номера. Красноярской команды. Показывает далековато до второго места. А вот, пожалуйста. Уже 7 месяцев осталось. Там Аксида Машигалова. Тодору Скримову. Продолжает он терроризировать своей подачей хозяев площадки. След в атаке. Но против Кирилла научились бороться блоком кемеровчане. Сейчас блестяще действовали. Сыграли четко по игроку. Смотрим повтор. Антон Карпухов здесь в одиночку, можно сказать, закрывал. Болельщики, пожалуй, сейчас спасли от рамы. Яна Ерещенко. От души сейчас атаковал Ян. Но даже это не помогло. Мяч отдают красноярцам. Аксида уже фиксировали у хозяев. Да, хорошая, интересная борьба сегодня предстала болельщикам Кемерова. Молодцы, молодцы, красноярцы. Нужна ему эта победа. Возможность забраться на девятое место, повторюсь. Ошибается. Там гостей. Антон Карпухов один из его активе сегодня есть. Яна Това. Но с более сложными мячами Александр справляется. Казалось бы, не совсем сложной подачей Романа Паршина не так все благополучно у Либера. Красноярская команда. Жось. Карпухов в приеме. Ливенко в атаке. В защите уже Роман действует. Перебежал явно Дятки Ерещенко в зону атаки. В итоге как бы возвращал тебе мяч за спину получал и даже сетку не сумел перебросить в этом визоде. Смотрите. Бежит и даже перебросил бы как раз руки блокирующим попал бы. В любом случае вот так вот предательски для гостей сыграла сетка за хозяев. Ну а как иначе в дальнейшем все благополучно. Олег Красноярцев завершилась. И упорная борьба в решающей пятой партии продолжается. Пятая партия 5-5 на табло спорткомплекса арена в городе Кемерово. Дерещенко на подаче. И вот пайп в исполнении Антона Карпухова работает и живет. Папто результативно вот таки доигрок Кемеровчан Кречетов есть здесь. Не зря болельщики скандирует. Анатона Карпухова спасает. Аклец хорош. Выкрутить в свободную зону. Смотрю повтор. Да, вроде правильно все делал Богдан Глевенко, но немного перебежал. Могли хотите погонять. Здесь воно как в этой ситуации атакует Антон Карпухов. И вот тут пожалуйста тяжелейшей ситуации атаковал Карпухов. Здесь все гораздо проще и все спокойнее. Как Кемерово Кузба получается. Карпухов атакой из-за трехметровой линии заставляет капитулировать Красноярцев. И Реченко в приеме. Кримов выезд Кримова закрывают своим блоком кемеровчане. И меняется сторонами. Но нет. Будет просмотр запроса тримского штаба Енисея. На попадании мяча площадка запрос. Да отдают мяч Кемерову Кузбассу и смена сторон. 8-6 Да попал и хорошо попал в линию. Получает смену сторон приму что кемеровчане. Плюс 2 решающая пятая партия идет последней домашней игры Кемеровского Кузбасса в нынешнем первенстве. Дальше только финал шести ожидает Кемеровский Кузбасс идет только 10 апреля в городе Москва состоится на подаче Роман Пакшин и конечно жизнью подачи в Либера гостей Янукова или Клец но нет Скримова выбирает на этот раз Пакшин и ошибается справляется спокойно Тодор с этой подачей поигровщик Кемеровчан и сам же завершает эту атаку Клец Львенко сохраняет мяч в игре Обмачаев Карпуков а вот Карпуков самое светлое пятно в пятой партии Кемеровского Кузбасса всех атак завершил такая имена Карпуков самый надежный Алтавасиев также есть отребует блокирующего Кемеровчан Кримова но Скримов в завершении здесь Карпуков спасает и сам же будет завершать но здесь Ерещенко блестящий Увернок Лец натыкается на блок закрывает диагонального гостей но каков Антон Карпухов просто хорош пятой решающей партии самый зарязанный игрок первенства тайм-аут конечно требуется красноярцам что-то нужно противопоставить этому третьему номеру Кемеровского Кузбасса отлушаем качей от приема первый не бросай давай с первым здесь сейчас всех стянул и отдал здесь в дальнюю сторону Макобора и проблема будет у него парни поем снимается прикольно активно активно поддерживает комплекс аренд любимцев и на 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 подачу решающей пятой партии конечно же не под подачей на 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 тейн и подачей под подачей подопечных скрим пробивает двойной блок удалось Недца, как просил Александр Янутов и партнеров на подаче супер подающий. Красноярской команды Тодор Скримов. Шесть эйсов. А вот сейчас именно под подающего берется этот тайм-аут. Отлично сделал, да? То же самое будет. Если будет следующий момент Крис, то говорим про позитив. То же самое все сохраняется, да? Неважно. Это был знак, все правильно пошел. Да, возвращается команда на площадку. Продолжается у нас интересная игра. Кемерово между Кузбассом и Енисеем. Конечья 2-2. Квартем. На подаче Содор Скримов. Камачаева. Видите прием. Акшен рискует. Но здесь блок ждал. И рискованные атаки. Поигровщика Кемеровского Кузбасса. И уже минимальное преимущество хозяев. Петка сейчас за гостей. Янутав. Ну, в таких тяжелейших ситуациях. Король просто площадки. Янутав. В защите. Кримов сработал, но блок. Закрывает эту атаку, как ни старались. Красноярцы в защите. Но в итоге в атаке. Просто неудачные две игры. Диана Ерещенко. Кемерова. Натыкается на блок. Красноярцев. Выбитый прием. Клец. Здесь Пак Глевенко. Такой пакшен. Вроде все подстроился под мяч. Казалось, сумеет попасть. Но нет. За. За мяч приземляется. На подаче капитан Красноярцев. Карпухов. Я даю кубасу. Все залезли куклец. Это микротрама какая-то. 13 номера. Сейчас все будет в порядке. На площадке. И да, видит. В огне по-прежнему. Кирилл Клец. Минимальное преимущество хозяев. Решающий пятой партии. Роман Жой. Хорошая подача. Да, ну. Что оставалось делать здесь Егора Кречетова? Ничего. У нас вновь неудачное приземление. И вновь Ирил Клец. Лидер нынешнего Енисея. Неужели травма? Да, врач уже здесь. Смотрим повтор. Да, наступает на ногу своему же партнеру Максимову и подвернул ногу в этом эпизоде Кирилл Клец. Да, больно очень. Да, это травма. К сожалению, это травма. Нужна срочно заморозка здесь. Да, трибуны все прекрасно понимают. Нужна поддержка игроку. Очень больно сейчас. А пусть здесь решит, а здесь не будем нападать. Больно. Успевает пошутить капитан команды даже. Ну, сегодняшняя встреча для однозначно лучшего игрока в сегодняшней встрече в составе Красноярцев. Похоже, завершена. Смотрим еще раз повторы. Видите, на правую ногу своей правой ногой наступает Кирилл Клец. Да, очень больно. Превозмогает сейчас боль диагональной красноярской команды. Это серьезнейшая потеря для Енисея. В концовке решающей пятой партии очень полезно действовал. При помощи партнеров покидает пределы площадки под аплодисменты трибун. Молодцы, конечно же, болельщики в Кемерово. С огромным уважением относятся соперники еще раз. Смотрим. Неудачно. Да, очень сильно подвернул ногу. Кирилл Клец. Да, происходит замена. Данила Гаврилов появляется на площадке под номером 19. Именно он будет продолжать эту встречу. Вот он, 19-й номер. Енисея. Молодой игрок. 2001 года рождения. Данила Гаврилов. Но, брат, экспертин полезности у него очень низкий. Минус 15. Ночь уходит вперед. Кемеровчане. Левенко. И замена на подачу. Ивана Димакова. Номер 2. На площадке появился Евгений Всевожелев. Номер 6. Лучше поддающимся в составе Кемеровского Кузбасса. 31 С его в активе. Три рейса вчера, кстати. Больше всех. Но здесь как удалось выкрутить. Мяч Гаврилову. Остается загадкой. Ненадолго появился площадку. Евгений Всевожелев. Покидает площадку. Возвращается на нее. Там Димаков. В равном матче. Равная борьба. И в пятой партии. 13-13. Мерещенко. Пакшина. Пакшин сам же в атаке. Хорошо так оттянулся. Роман. И матч-бол. Первый матч-бол сегодняшней встречи. Заработал Роман Пакшин. Попробуем планом. И на подаче Егор Кречеттан. Трибуны спорткомплекса «Арена» встают. Традиционно. Ошибается связующий Камератчан. Два равная игра. И замена. Поставить гостей. Максимов номер 14. И на площадке появился Иван Пискарев. Номер два. И сразу на подачу отправляется. Второй номер. Ростная в цепи. И здесь Антон Карпухов. А пока однозначно. Лучше составить. И на расколку с бата. По крайней мере в пятой партии. Походу, все встречи. В общем, команда неплохо смотрелась. Ну, в пятой партии Антон Карпухов прям вот светлое пятно из скримов. Имеет так хорошо оттянуться и как из кузбасса. Прости, больнуюсь. Хорошая такая, мощная, силовая атака вот туда. Ну, подача тому показатель. Гаврилов. Ну, видно было, не очень удачно подбросил мяч. Пытался его потом догнать. Еще нужно подпрыгнуть при этом. Молодец, молодец, капитан. Подбадривает. Ветрами партнера шутил. Здесь при ошибке на подаче. Успокаивает молодого партнера. Своей команды. Там много ошибок и у хозяев на подаче. Скримов. И тайм-аут. Идет тренингский штаб кемецкого кузбасса и вновь под подачу. Тодор Скримова. Это происходит. С задней линии не существует. Это правая сторона сетки. Особенно там агрессивно свой. Если зона пошел, следуем. Зона напротив тебя получается. Да не проиграть по месту. Да, у нас есть зона 4. Взлет 4. Пайп. Последний выпуск. Деагональный даже без блоков. Я туда, да, шагляю. Там агрессивно. Возвращаются команды. Решающие розыгрыш давал Кирилл Клец. С огромным сожалению, конечно же, отмечаем полученную трамму. Танцовки решающей пятой партии. Вот так. Запишем очко. Алексею Вербову. Вовремя взял тайм-аут. Наставник Кемеровчан. Ошибся. Тодор Скримов. 6 айсов только сегодня. У Тодора. Еще два вчера, напомню. Кагов 8. За два матча против Кемеровского Кузбасса. Рещенко. Ну что натворил обмочаев. Карпухов. Скидка не проходит. Спасают сейчас мячики Мировчане. Полноценная атака у красноярцев. Скримов. И вновь блестяще действовал обмочаев. Здесь бы у сетки понадежней действовать хозяевам площадки. Но нет. Мяч так мгновенно юркнул. И оказался на стороне. По фокусу Баса. Пискарев покидает площадку. Вторым номером. Антон Максимович номер 14 возвращается. Критский на подаче. Кэтрин готовится блокирующий. Спросил еще уточнился на первой фиге. Можно ли подавать. Получил утвердительный ответ. А здесь Богдан Глебенко переиграл. Двойной блок. Очередной матч-бол. Зарабатывают волейболисты Кемеровского футбасса. Очередная замена. Усиление блока. Это Егор Кречетов. Номер 11. На площадку появился Михаил Щербаков. Номер 12. И тайм-аут уже. Берет Тренинский штаб Красноярского Енисея. Да, вот ты здесь смело идешь. Кто-то готов. Все, как он этаж и быстро. Ну, удобно. Страхуем, страхуем. Страхуем, для нас следствует. Один сзади останется. Дайте. Давай, давай. Эш, парня, я вперед. Да, нет. Кирилла Клецца. В обойме Александра Климкина. И видим, что он взял внимание на Тодора Скримова. Делаем останется Красноярцев. Именно от него ждет. Позитивных действий. Ну, в хорошем настроении. Тренинский штаб Кузбасса. Главная задача решена. Команда пробилась. Останется сыграть еще одну игру. В Нижнем Новгороде против ФСК. Обратная замена. И Кирилл Щербаков на уровень 12. Кидает площадку. И от Кречетов. И разница возвращается. Команда Джойси нападает. Ошибается. По длине. Сиживающий гостей. Недоволен. Заставник. Нужна, нужна эта победа. Францев будет намного больше. Сегодня одержим победу к смерти Енисей. Но, чтобы занять 9 место. Оказаться в серии плей-офф. Матчах против Дениса из Санкт-Петербурга. Но, Роман Факсиун и Нал Таваси. Против. Закрывает. Они атакуют. 20-18. Упорнейшая борьба. И победу. Поддерживает Кемеровский футбол. И вновь невезучий в Кемерово. Ян Ерещенко. Поздравляем Кемеровский футбол с выходом в финал шести. Со второго места напрямую. Мы ждем финальную статистику сегодняшней встречи. Пожелаем Красноярскому также удачи. Плей-офф. По партиям. Так развивались события. Упорнейшая борьба в первой партии. По второй довольно-таки легко. Кемеровчане сломили сопротивление. Казалось, что близки уже к такой победе. Но дебюта прям третьей партии делись. За делом Красноярцы. Завели дело до победы. Четвертая партия еще. Гораздо проще все получилось. Смотрим. Там интересные эпизоды. Зарешающие. В первой партии. Вот она решающая. Пятая партия. Наступила. Все на равных. Но в концовке. Получает травму лидер Красноярцев. Кирилл Клец. Наступил на новую партнеру. В итоге. Получает травму. И Кузбасс сумел дожать соперника на тайбрейке. Ждем, ждем статистику. Она скоро появится. Продолжаем смотреть интереснейшие эпизоды. Заключительного домашнего матча Кемеровского Кузбасса в нынешнем первенстве. Разнообразно атаковали кемеровчане. Да, в пятой партии, конечно же, мы отмечали Кузбасса Карпухова. Но по ходу всей встречи все игроки заслужили. Хороших слов. Красноярцы также. И вот она решающая храма для Енисея. Неожиданно Кирилл Клец наступил на ногу Антона Максимова. Там же при помощи партнеров лишь покинул пределы площадки, подвергнув ногу. Это, пожалуй, стало одним из главных факторов того, что Кемеровский Кузбасс сумел дожать. Кирилл Клец отдохнувший к концовке второй партии. Красноярского Енисея. Да, вот таким получился заключительный домашний матч Кемеровского Кузбасса. И вот она прекрасная фото на фоне самых лучших болельщиков. Болельщиков Кемеровского Кузбасса Кирилл Клец. Желаем только здоровья. Сергей Ломако здесь помогает, конечно же. Небезучастный остается к этой траме. Данила Айкин. Сделал фотографию и под аплодисменты. В этом сезоне Кузбасс прощается со своими болельщиками. Очень хороший сезон. Великолепно сыграли кемеровчане в этом сезоне. Ждем, конечно же, хороших результатов в финале шести, который, напомню, пройдет в Москве с 4 по 10 апреля. Добро пожаловать поболеть за кемеровский Кузбасс. Ну а сегодня для вас с огромным удовольствием. И работали. Комментировал встречу Олег Марченко. До встречи на волейболе.